В Актау открылся казахско-немецкий институт устойчивой инженерии. Его здание еще строится, поэтому пока вуз работает на базе Каспийского университета имени Шахмардана Есенова. Институт будет вести подготовку технических специалистов по двум программам бакалавриата энергетический и экологический инжиниринг и логистика. Сегодня премьер-министр Казахстана и федеральный президент Германии заложили капсулу времени для первых выпускников казахско-немецкого института. Обучение первых студентов бакалавриата нового института начнется уже в сентябре. Именно им предстоит в 2029 году вскрыть капсулу времени. Ее заложили Алихан Смаилов и Франк Вальтер Штайнмайер вместе с письмом-обращением к первому выпуску нового вуза. Его комплексный учебный план включает три года обучения в университете имени Есенова и полтора года в Германии. Поэтому большое внимание в новом вузе будет уделяться изучению немецкого языка. Обе страны нуждаются в хороших специалистах. Уверен, что будущее этого института и его выпускников будет светлым и плодотворным. Это очень важный проект в области образования. Сотрудничество между нашими странами в этой сфере и в сфере научных исследований будет развиваться и дальше. Знания студентов вуза пригодятся в крупных проектах в сфере энергетики, которые реализуются сейчас в регионе. К примеру, в Каракьянском районе на будущем заводе по производству зеленого водорода. На его территории сегодня состоялась церемония запуска пробного бурения с участием премьер-министра Казахстана и федерального президента Германии. Институт будет способствовать подготовке востребованных кадров, а также проведению научных исследований и разработке новых технологий, в том числе в области производства зеленого водорода. В ходе реализации масштабного проекта в Мангастау планируется возвести солнечные ветровые станции общей мощностью 40 гигаватт. Это позволит выпускать до 2 миллионов тонн зеленого водорода или 11 миллионов тонн зеленого аммиака в год. Визит премьер-министра Казахстана и федерального президента Германии в регион завершился посещением морского порта Курык. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Мангастауская область, Хабар-24.